Музыка Всем доброго времени суток! Если вы пользуетесь интернетом, естественно у вас есть компьютер или какое-то другое устройство, с которого можно зайти в интернет, рано или поздно вы сталкиваетесь с проблемой, когда вам необходимо либо скачать, либо передать какие-то файлы. Они могут быть как большие, так и маленькие. Для этого существуют файлообменники. И вот в этом видеоуроке я хочу вам рассказать и показать, как можно размещать свои файлы на файлообменниках и при этом еще и зарабатывать. Рассмотрим мы это на примере файлообменника TurboBit. Вот, к примеру, вы зашли на мой сайт. Вот здесь есть баннер, который приведет вас именно на TurboBit. Я подвожу к нему консорт и щелкаю левой кнопкой мыши. И мы тут же перешли на страницу, где можно зарегистрироваться в TurboBit и ход файл NET. Нас пока интересует именно TurboBit, потому что с него можно скачивать файлы бесплатно. Итак, нажимаем кнопку зарегистрироваться. Здесь вы должны ввести свой имейл и пароль. И придумываю какой-нибудь пароль. Вводим капчу, которую нам предлагают. И нажимаем кнопку зарегистрироваться. И вот получаем, что на ваш имейл было отправлено сообщение с ссылкой для завершения регистрации. Переходим на наш почтовый ящик и ищем письмо от этого сервиса. И вот я вижу, пришло письмо подтверждения регистрации. Нажимаю на него левой кнопкой мыши. Оно открылось. И я теперь нажимаю на вот эту ссылку, тоже левой кнопкой мыши. Вот страница загрузилась и мы оказались в сервисе, где есть настройки для нашего TurboBit. Видите, вот у нас начало работы. Все вот это вы можете прочитать сами. Я на этом останавливаться не буду. Нам нужно с вами зайти в настройки. Здесь платежные реквизиты. Для того, чтобы вы могли получать деньги за то, что ваши файлы будут скачиваться, а этот сервис предоставляет такую возможность, вам нужно указать свои платежные реквизиты. То есть у вас должен быть либо кошелек WebMoney рублевый, либо долларовой. Вот здесь, если мы откроем, здесь еще есть Paypal система, Payza, Kiwi и Яндекс. То есть если у вас, к примеру, есть Яндекс кошелек, вы нажимаете вот эту строку и вот сюда вводите номер своего кошелька. Точно так же со всеми остальными реквизитами, если у вас какие-то другие платежные системы. Здесь же мы можем поменять пароль. Если вас не устраивает, к примеру, тот пароль, который вы ввели, вы хотите другой, вы здесь пишите старый пароль, новый и еще раз повторяете новый пароль. Теперь защитный код. Я рекомендую вам поставить здесь галочку и обязательно ввести до 15 символов каких-нибудь, чтобы это было вашим защитным кодом. Почему? Потому что именно этот защитный код защитит ваш аккаунт и все ваши файлы от взлома, чтобы не получилось так, как у меня. У меня не было этого защитного кода и в один прекрасный момент все мои файлы кто-то заразил вирусом. Мне пришлось все их удалять и заново перезаливать. Система предупреждения взлома аккаунта. Здесь тоже две вот эти вот галочки желательно сохранить. После того, как вы все это сделаете, нажимаете кнопку сохранить. Ну, я сейчас просто не делала этого, поэтому у меня здесь вот такое предупреждение выскочило. Вы, если сделаете все как положено, все будет нормально. Все вот эти службы вы тоже сами можете посмотреть, прочитать и все будет понятно. Теперь мы переходим в Турбобит. В этом разделе вы увидите условия и тарифы, которые вы тоже можете прочитать сами. Я на них останавливаться сейчас не буду. Теперь нам нужно нажать кнопку активировать. У нас появляется вот такое вот окно. Значит, здесь тарифный план. Вы можете выбрать себе оплата за скачивание, оплата за покупки или за скачивание и покупки одновременно. Но будьте внимательны, потому что вот этот план можно поменять раз в неделю. Что такое скачивание, я надеюсь, вам понятно. А что такое покупки, это если у вас есть свой сайт или блог. И если вы будете предлагать своим посетителям зарегистрироваться в партнерской программе, вот это и есть покупки, я предлагаю вам именно поставить за скачивание и покупки одновременно. Именно вот этот тарифный план. И обязательно нажимаем кнопку сохранить. Переходим во вкладку рефералы. Здесь есть ваша реферальная ссылка, которую вы можете давать своим партнерам. Если они будут по вашей ссылке регистрироваться, то вам тоже будет идти какая-то незначительная сумма за это. Если мы нажмем вот здесь промо материалы, видите, вот тут открываются баннеры разных размеров, которые вы тоже можете установить у себя на блоге или на сайте. И по ним люди будут переходить и возможно что-то скачивать или регистрироваться с вашей помощью. Ну и теперь нам осталось загрузить файлы в своем аккаунте. Переходим в эту вкладку. И вот мы очутились на вкладке Турбобита. Для того, чтобы загрузить в него файлы, выбираем просто загрузить файл вот здесь. Как правило, это запакованные архивы с большим количеством. Именно те, которые не помещаются у нас на почте. Но я сейчас выберу просто картинку, чтобы нам много не тратить времени. Ну вот, к примеру, вот эту вот. Я ее открываю. Вот здесь мы можем загрузить в папку входящие. А если мы нажмем левую кнопку мыши, мы можем добавить сюда новый каталог с любым названием. Ну, я напишу, допустим, 3 единицы. Добавляю плюсик. И вот у меня появился новый каталог. Я нажимаю на него. Именно сюда будет загружаться мой файл. И нажимаем начать загрузку. Вот файл мой почти загрузился. Вот видите, появилась надпись загружен. Если мы подведем курсор вот сюда вот, мы сразу же увидим ссылки для скачивания этого файла. Мы можем эти ссылки сразу же скопировать и отправить тому, кто в ней нуждается. Например, я вот так вот выделяю ее, копирую и отправляю тому, к кому она нужна. Теперь давайте зайдем во вкладку «Мои файлы». Вот видите, у нас здесь уже есть папка «Входящий» и папка, в которой есть только что загруженный наш файл. Мы нажимаем левой кнопкой и видим вот наш файл. Здесь мы можем его отредактировать, опять-таки увидеть ссылку на этот файл, удалить или переместить в другую папку. Например, если мы выделяем его галочкой, подводим вот сюда курсор, видите, вот, и щелкаем левой кнопкой мыши, мы получаем ссылку на этот файл. Если мы открываем вот эту вкладку, то мы можем переместить этот файл в какую-нибудь другую папку, та, которая нам нужна. Естественно, сохранить. И также мы можем его удалить. Если вам нужно будет несколько файлов загрузить, точно так же вы заходите вот в эту вкладку «Загрузить файл». Загрузить из браузера, если он находится на вашем компьютере. Выбираете файл. Ну и вот, к примеру, давайте еще два. Вот я загружаю еще два. Вот они в очереди стоят. Здесь я меняю папку на ту, которую мы только что создали, и нажимаю «Начать загрузку». Вот здесь, если у вас будет галочка стоять, то ваши файлы будут загружаться параллельно. Когда вы загрузили ваши файлы, вы берете ссылки с них, выкладываете у себя на сайте или блоге, или просто передаете людям, и люди их скачивают. За то, что они скачали, вам идет определенная сумма денег. Вот, собственно говоря, и все. Когда вы все это загрузили, вам нужно вот здесь открыть галочку и нажать «Выход». Все, все ваши файлы находятся уже на Турбобите и доступны не только вам, но и тем, у кого есть ссылка на скачивание этого файла. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.